Оксана, сколько квадратов у вас здесь? Где-то 13 квадратов. Дети у нас здесь, а мы там. Маленькую помещение уже. Ну, у нас народ, я думаю, что такой жестокий. Не знают, что такое баня и вообще, как в маленьком пространстве жить. Всем привет! Это проект «Отарстанда». С вами Ксения Антонова. В наших материалах мы рассказываем не только о крупных событиях, но и о судьбах нескольких людей. Наши постоянные подписчики помнят сюжет о семье, которая живет в бане. Грех вам жаловаться. Стол даже некуда поставить. Здесь вот он, баня у нас. Слушайте, здесь же как на улице практически. Вот так вот, что для него вот. Так вот, спустя два года мы вернулись к ним в гости, чтобы узнать об их жизни. Мы, получается, приехали сюда. Ровно два года прошло. Что у вас изменилось на участке и в жизни? Что изменилось? ЛПХ открыли. Государство помогло. Личные подсобные хозяевки. Гору взяли. Из каждого дня сдаем молоко. Хорошая поддержка. Ну и все равно не хватает. Все равно бывает, что и в долги залезаем мы. Зерно, сено. Да и домой тоже дети хотят кушать и одеваться хотят. Пару лет назад, когда мы сюда приезжали, вот здесь находилась так называемая кухня. Это предбанник. И температура здесь такая же практически, как и на улице. Это видно по моему пару изо рта. Получается, здесь готовили, еду заносили внутрь и уже кушали. И только недавно кухню оборудовали внутри домика. Так, заходим. Ну у вас тут изменилась кухня, да, появилась? Вот это у нас же здесь потолка не было. Холодное. Холодное помещение было. Потолок сделал мы уж, обжил. Ремонт сделали. Вот эти вот тумбочки тоже он сам смастерил. Оксана, сколько квадратов у вас здесь? Сколько у нас квадратов здесь? Где-то 13 квадратов. 13 квадратов. Нет, вот здесь или вообще? А вообще? 22, наверное. 22? Взяли мы его двухъярусную кровать. Да-ка что, два дивана стоят. Они только стартанут бежать, все уже финиш. Мало места. А вы где спите? Матрасы мы уносим, матрас заносим, греем в бане, когда печку затапливаем. И сюда ложим уши. То есть вы на полу спите, дети вот так и раздвигаются все, да? Да, двое здесь повыше, двое маленьких внизу. Тут постельное белье, подушки раскладываем, постелим. Дети у нас здесь, а мы там. Ну как студии, да? Вот сейчас в современных домах строят студии, люди жалуются, что мало места. А тут в шестером люди живут. То есть у вас здесь вы едите, да, и спите, а готовите там? Да. Здесь полку? Раковину поставили мы в прошлом году. Потому что в тазике мыло. Все на коленках. Сейчас удобно, хорошо, вот муж сделал. Ну, здесь можно мыться, здесь тепло, да? Мы здесь и моемся, это баня, печку топим, и сушилка у меня здесь, и раздевалка. Но в туалет ходите? В туалет на улицу. А маленький уж у нас. Ну, в планах есть что-то еще поменять? В том пространстве, где? Раздевалку отдельно надо. Ну, средств не хватает. Как тебя зовут? Здравствуйте. А тебя? Ты чего? Разговаривает? Как тебя зовут? А тебе сколько лет? Два. Ну, тебе три года. Какую музыку ты слушаешь в наушниках? Легко. Как? Как? Первого мая мы сюда переехали. В каком? Восемь лет уже. Восемь лет. А Левгенева, у нас семь лет. Восемь лет вот это уже зима. Возьмем. Живем. Обращалась к главе в администрацию, к Черчинцеву. После телевидения ходила. Че, Курихина, тебе телевидение не помогло? Смеются уже. Ну, вы сюда заехали с тремя детьми, да, получается? С двумя? С двумя. С двумя, ну, с тремя, можно сказать. Беременные. И построили вот сруб только, да, получается? Да, был он. Был? Ну, вы привыкли вот так жить? Ну, в таких, как бы, стесненных условиях? Человек всему привыкает, но... Привыкать, это тоже... Возможности нету, просто их строить. Это тоже нервы. Я вообще, иногда даже бывает, что наружу весь этот нервоз вот уходит. А что тогда делаете? Просто выхожу на улицу, постою, или я иду в сарай. В сарай отдыхаю? В сарай, да, отдыхаю. Я как-то про все мысли вот забывается как-то. В сарай уж я больше. Маленькое помещение уж. Ну, у вас в мечтах какой дом? Какое будущее? Большой дом построить. Дети у нас уж мечтают. Я, дети, мечтаю второй этаж сделать. Дети? Нет, там вот фундамент, который будем, если он, дай бог уж. Полтора этажа? Ну, два этажа. Они мечтают уж там, какие кровати уже там, какие просты. Свои комнаты уж они могут. Какие наволочки, да? Какие пододеяльники. Какие у вас расходы и доходы в месяц? Какие у вас расходы и доходы в месяц? Какие у вас расходы и доходы в месяц? Я с Кристиной, вот как по инвалидности, по уходу я 10 тысяч получаю, а на 17. Вот у нас пенсия, в общем, получается 27. Детские выплаты с 3 до 7 получаем. Ну, непонятно, как оплачивают. В этом месяце пенсия пришла и 16 тысяч поступления только было. Расход у нас за машину, кредит 37 тысяч. Кредит я брал 11-12 тысяч в месяц. Это бензин. На бензин сколько? Это почти 100 тысяч у нас. 100 тысяч уходит в месяц. Ну, надеемся на главу района, Ратмир Беляеву, может, поможет. Придем еще, попросим помощи. Безусмены есть. Материалами, может, помогут. Оксана, получается, у вас вот это сооружение было, да? Несколько коров было. И администрация дала просто удочку, возможность сделать фермерское хозяйство. Да, государство выделило деньги, откупили корову. Вот этот долгий. Как резину тянем. Зерно, там ларев зерно у нас. Здесь у нас своя мельница, фураж. Молим. Ну, нормально, чисто, коровы вроде ухожены. Прибыль 45 тысяч у нас. Сколько коровы должны приносить, чтобы вы комфортно жили всей семьей? Ого. Вот по моему расчету мы будем получать около 100 с лишним, от 200 до 200. Будем догонять молоко. Это когда? Через... 100-200 тысяч. Это со вторым, с третьим отелом уже поднимается молоко, выше, больше идет оно. Это через года три? Да. Оксана, у вас практически все есть для полноценной счастливой жизни. Да, есть. Участок шикарный, большой. Коровы, дети, которые там. Муж парник сделал, он большой. Там и помидоры, и огурцы, и перец. Все обещается. Ну вот некоторые люди, мы же тоже читали комментарии, пишут, что как бы нечего жаловаться, да еще. Ну вот они же самого главного не понимают. Вот, вот именно тогда не знают, что такое баня и вообще как в маленьком пространстве жить. Вот это вот не знаю. Ну, у нас народ, я думаю, что такой жестокий. Вообще жестокий народ. Большинство уж молодежь, наверное, может, такие возрасти пожилые, они понимают. А вот такие вот, которые на бабушкиных квартирах, как бы говорится, живут, они вот это не знают. А как вы считаете, стоит ли семья рассчитывать на помощь администрации, или в целом государства, или в наших реалиях стоит полагаться только на себя? Пишите об этом в комментариях.